Путешественница Папа работает оператором. У него есть такая камера, которая снимает все, что он увидит. И каждый раз, когда он уезжает в командировку, он берет с собой... Нет, не меня, а эту камеру. А я? Я хожу в школу и мечтаю о каникурах. Потому что, как только они начнутся, я так уж и быть возьму с собой родителей, ну или одного из них, и отправлюсь в большое путешествие. Мам, а куда мы на этот раз поедем? Мы поедем с тобой. Мы поедем в страну кроликов. Такой страны не бывает, мам. Ну как не бывает? Как бывает? Бывает. Потому что название страны, с которой мы с тобой поедем, так и переводится. Страна кроликов. Мы едем с тобой в эту спальню, детка. Здравствуйте. Я Оля, мама Василиса, так удрявая тетенька из мультфильма. И на этот раз я расскажу вам о нашем большом путешествии по Испании, которое случилось с нами прошлым летом. А что это за страна? Сейчас я тебе расскажу. Испания – это тысячи километров идеальных пляжей. Хрустящий чурос на завтрак. Парки аттракционов, от которых дети визжат от восторга. Возможность прикоснуться к истории и даже примерить ее на себя. А потом вдруг очутиться на открытке со сказочным видом. Испания – это праздник круглый год. Праздник? И подарки, что ли? Ну, может быть, и подарки. А какие там живут люди? Испанцы, да? Они красивые, загорелые. Рано утром встают и начинают петь и танцевать. И самое главное, знаешь что? Что? Они любят целовашки и обнимашки. Хочешь, я тебе покажу настоящего испанца? Хочу, конечно. Но где ты найдешь настоящих испанцев? А где они водятся? Да где они только не водятся. Языковые курсы – раз, кулинарные мастерские – два, и школы испанских танцев. И вот последний вариант мне нравится больше всего. Туда и пойдем. Мне кажется, через танцы, через музыку можно услышать душу Испании. Она настойчивая, порывистая, пронизанная страстной любовью к жизни. И все это в Асёне предстоит для себя открыть. Так, о чем это я? Ах да, в любой подготовке к путешествию важна правильная настройка. Да, нужно поймать волну. Ну, судите сами, мы же взрослые. Настраиваемся на поездку, читаем журналы, газеты о нравах, традициях страны, в которую мы едем. Но вот и детям нужно тоже настроить свои антенки. Поэтому мы здесь, на уроке испанского танца. Кстати, как я и обещала, преподаватель – настоящий испанец. Хосе. Немного похож на Антонио Бандераса, не находите? Дети смотрят на него как зачарованные. Ну да, у новичков не все получается с первого раза. Но разве это главное? Энергия, которая исходит от Хосе, переносит каждого малыша в совершенно другой мир? Я тут решила после занятия расспросить про успехи Васёны. Вот мама в этой девочке, она тут в красненьком платье танцевала, хотела узнать, ну что, как успехи есть? Нам вообще продолжать или нет? Стоп, 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 стоп. Непонятно, русские, непонятно. А, мамы были английские. Пуфавор, пуфавор. Эсвета! Здравствуйте. Ах, вот оно что! А я все ломала голову, каким же ветром Хосе занесло в Россию. Вот теперь все ясно. Это ветер по имени Света. Света, 25 лет вместе. Первые 22 года они жили на родине Хосе в Испании, а последние три живут в Москве, на родине Светы. Холодно, говорит тут у вас. Не то, что у нас в Испании. У нас сейчас 45 градусов. О, нет, мы едем в Испанию на следующей неделе. Серьезно? 40 градусов? Ну так приготовьте бикини. Бикини, да, хорошая идея. Да, вы едете. А мы едем в Бенедор, ну где-то рядышком будем. Бенедорм? Она сказала Бенедорм? Мы 14 лет там жили. Хосе рассказал нам все, что знал о развлечениях в Бенедорме. Парк Терра Натура. Акваландия. Террамитика. Остров Бенедорм. Да подождите, я сейчас записываю. За Бенедормом. Глодолест. Альте. А потом вдруг вспохватился и предложил вот что. Я вообще не понимаю, зачем я вам все это рассказываю. У нас же там есть друзья. Я поняла уже. Мы вам дадим контакты. Вы встретитесь, и они накормят вас с самой лучшей паэльей. А, слушайте, как мне уже нравится эта Испания. Слушайте, спасибо вам большое. Спасибо. Грациас. Грациас. Ну что ж, будем считать, что Испания заочно распахнула нам свои объятия. Итак, мы обзавелись русско-испанским словариком. Заучили несколько фраз первой необходимости. Наладили контакт с друзьями Хосе. Ола, гиталь. Оказалось, что это такая же смешанная русско-испанская семья. Ой, кто это? Ола, 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 ола. Мама Ира, русская. Папа Франк, испанец. И мальчик Алекс, почти василисного возраста. Всего на два года старше. Чудесные люди позвали пожить у себя дома. Ну, с одной стороны, это как-то, не знаю, неловко, что ли. А с другой, ну, ведь страшно и интересно увидеть семейную испанскую жизнь изнутри. Ммм, о таком погружении мы даже не мечтали. Самолет прилетает, по-моему, в 12. Я еще уточню, я напишу тебе. Хорошо? Хорошо. Что, когда прощаются в Испании, говорят? Мос бемос? Мос бемос, боняна. Мос бемос, боняна. До встречи, пока. Ну все, завтра едем. Осталось только чемодан застегнуть. Почему здесь дарят? Дневник путешественника. Совет первый. Что нужно взять с собой дорогу? Мама. Ну, вообще, в Испанию нужно взять с собой только купальник. И не так, как мы с тобой, по-моему, Василиса. А теперь серьезно. Список того, что кроме бикини нужно взять с собой в Испанию. Итак, загранпаспорта с шенгенскими визами, билеты, свидетельство о рождении ребенка, бронь на гостиницу, страховки на время путешествия и разрешение второго родителя на вывоз ребенка на территорию другого государства. Мы снова едем без папы. Так что нам нужно. Вообще, говорят, что необходимость такого документа уже отменили. Но на таможне могут быть еще не все в курсе. Поэтому лучше взять. Так спокойнее будет. Ну что, Испания, жди. Завтра будем. Итак, мы летим из Москвы на побережье Костабланка. Время в пути 4,5 часа. И, пожалуй, это один из самых коротких и самых приятных перелетов к Солнцу и морю. Два часа в пути. Полет нормальный. Да и Василиса молодцом рисует. Слева по борту обнаружена стайка пушистых облаков. Еще два часа и будем на месте. Аэропорт. Мне так нравится это ощущение, когда ты сходишь с трапа самолетом, и тебя поглощает новая реальность. И в ней все другое. Люди, запахи, звуки. И вдруг ты начинаешь чувствовать, наверное, самое главное – самого себя. Ну, лирика лирикой. А о том, как добраться из пункта А в пункт Б, я вам должна рассказать. Итак, если вы приехали в аэропорт Аликанте и вас никто не встречает, у вас есть два способа доехать до Бенедорма. Самый быстрый, он же самый дорогой. Такси. Время в пути – 45 минут. Цена – 70-80 евро. Ох, однако, неприлично дорогой способ. Но есть еще один. Запоминайте. На втором уровне здания аэропорта есть остановка прямого автобуса до Бенедорма. Ходит с 8 утра до 11 вечера. Всего час в пути, а цена билета – ну каких-то 8 евро. В 10 раз дешевле, чем такси. А, кстати, как вам пейзаж за окном? Горы песочного цвета с маленькими кудряшками деревьев. И пальмы, и палящее солнце. Ну, как-никак Африка через Гибралтар. Итак, мы доехали на автобусе до Бенедорма. И на автобусной станции нас ждал посол доброй воли от нашего испанско-русского семейства. Мы наконец-то приехали, они приехали, мои хорошие. А мальчишки где? Ждут вас дома. Скорей идемте. Пойдемте, конечно, пойдемте. Ну, жарко у вас тут, я хочу сказать. Друзья, Хосе, как оказалось, живут не в самом Бенедорме, а в маленьком уютном городочке неподалеку. Вот как-то все гладко у нас идет. Вам не кажется? Пора бы случиться чему-нибудь странному. Да, проходите, пожалуйста. Ничего себе, что у вас там. Вот это да. Это вот такой традиционный испанский дом. Ну, нет, я бы не сказала. Наверное, мы все-таки нетрадиционные. Слушайте, как здорово. Проходим. Ничего себе, Василис, смотри, как здесь красиво. Знаете, Будда на крыше дома, конечно, обещала, что внутри нас ждет что-то как минимум нетрадиционное. Но такого, если честно, я ну никак не ожидала. Проходите. Потрясающе, Ирина. А ты сама все это сделала? Нет, это мой муж. Все придумки в доме, все, что касается дизайна, это его любимое занятие, его хобби. Первое, что нам открылось, это длинная веранда, убитая растениями, с множеством фонтанов, фонтанчиков, с Буддами на каждом углу. Ну и стенами, обклеенными фотографиями голливудских звезд. Подождите, тут хоть один русский актер есть или все, одни Кларки гибли? Нет, нет, это Голливуд. Мы же решили сделать маленький такой отельчик, тут каждая дверь, это какой-то отдельный голливудский фильм будет. Ничего себе. Ну а поскольку в Голливуде все уважают буддизм, да, я так понимаю, у каждой двери по собственному Будде. Ну все, вроде теперь все стало на свои места. Они превратили свою веранду в цветущий оазис всего лишь для того, чтобы сделать семейный отель. Прагматично подумала я. Но делать выводы, как выяснилось, было слишком рано. Внутри самого дома тоже было отчего удивиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, это был не просто дом, это был дом-фотоальбом. На каждом этаже огромные постеры с фотографиями детей, представляете? А их на двоих у Иры и Франка четверо. Такая невероятная любовь к семье. Кстати, трое старших детей уже студенты, они разъехались на каникулы, поэтому нам перепала одна из их спален. Маленькая, но уютная. Но вообще спаленки у испанцев, они крошечные, потому что они столько спят, больше, чем другим спаленцам не занимают. Это так принято, да? Да. Слушайте, ну мне нравится, на самом деле очень здорово. Вот самый лучший вид из окна, который только можно придумать. Море, море. Вот тут надо сказать, что все испанские поселения устроены по одному принципу. Обязательно бассейн один на несколько домов, ну или свой собственный, ибо очень жарко. А в домах маленькие спаленки, ибо в своих комнатках, как сказала Ира, испанцы только отдыхают. Ну и большая гостиная зона. Все самое интересное происходит там. Добро пожаловать к нам домой. Ага, все. Я буду переводить, если что. У вас очень красивый дом. Вот, сейчас вылетаем. Все очень красиво. Он тоже что-то знает по-русски. Что ты знаешь? Я очень счастлив познакомиться. О-о-о! Моя любовь, моя шина. Все немного скованы, да? Но, кажется, друг другу рады. Василиса, иди сюда. Будем с дядей Франком знакомиться. Иди сюда. Он так любит маленьких девочек. И откуда такая малышка? О-ла-ла! 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 Ой, ой! Привет, привет! Как дела? Василиса – это самая умная принцесса. О-о-о! Принцесса? Принцесса! Как ее зовут? Василиса. Ну что, контакт вроде есть. Только вот дети друг на друга поглядывают с опаской. Ну и тут решение нашлось. Алекс, пойдешь купаться с Василисой в бассейн? Покажешь, как ты умеешь прыгать там всякие твои любимые прыжки? Вода сделала свое дело. Ведь для того, чтобы вместе купаться, совсем не обязательно говорить по-испански или по-русски. Тут нужен один язык. Язык счастья и веселья. А он понятен всем. Вот так под виски детей и всплески воды я узнала историю знакомства Ирины и Франко. Наша история началась для нас примерно в одно и то же время. Она развелась в тот же момент, что и я. Тогда моя бывшая жена сказала, что она несчастлива, но не знает почему. Я спросил, хорошо, чего же ты хочешь? Я хочу понять, в чем дело. Но для этого ты должен уйти. Итак, все началось с разбитых сердец. Потом было несколько неудачных свиданий, боязнь серьезных отношений. Шок посттравматический. Посттравматический шок. И, наконец, однажды. Вечером я сидел в своем офисе, закончил работу и решил зайти на сайт знакомств. Сел за компьютер и вдруг... И вдруг она, она была там. Франк, Ирина и их история любви. Вы не поверите, но они написали об этом вот эту огромную книгу. Каждая деталь, каждое слово, все здесь. Я решил позвонить. Подготовился, набрал телефон и тут... Алло! Привет! Ты Ирина? Франк звонит. Из Испании. Ну, кто-то скажет, подумаешь, Роман, по интернету, что здесь необычного. Но только не для этой парочки. У меня двое детей и восемь и семь лет. И мне бы хотелось найти необычную девушку, особенную девушку, которая разделила бы со мной свою жизнь. Может, это ты? Он писал ей длинные письма. А обстоятельства их разводили и сводили вновь. Этакий приключенческий роман с элементами комедии у них получился. Чтобы читать его письма, надо было увольняться с работы. Я сажала маму. Мы ей включали программу «Переводчик». Для мамы это было как теленовелла. Кстати, теленовелла эта продолжается до сих пор. И сын Иры, и Франка, Алекс, уже давным-давно один из ее главных персонажей. А его длинные волосы – сюжет для еще одной главы. Рассказываю, несколько лет назад мальчик стал заниматься бальными танцами. И вот папе Франку снится сон. Что на самом деле Алекс – непростой мальчик. Что вся сила его, как у Самсона из мифов о Древней Греции, где? Правильно, в волосах. Наутро папа Франк рассказал об этом маме Ире. Они поделились новостью с Алексом. Ну и с тех пор ножницы волос юного танцора так и не касались. Но самое удивительное – это то, что случилось дальше. Прошлым летом Алекс стал чемпионом Испании по бальным танцам. Вот так. Фантастика! Ну а меж тем, в книге нашей свосеной жизни тоже начало происходить что-то странное. Все действующие лица, кроме нас двоих, куда-то испарились. И тишина. Куда все подевались? Все просто. Началось время сиесты. Сиеста. После обеденный отдых. Днем, после часа двух, каждый уважающий себя испанец должен вздремнуть. Говорят, что это такой национальный вид спорта. Три, четыре, пять часов. Кто дольше? Жизнь во время сиесты повсюду замирает. Не спят только упрямые туристы. Не работают многие магазины, кафе, рестораны. Ну хорошо, что таксисты спокойно относятся к сиесте. Ну и мама Ира решила для нас в этот день сделать исключение. Так что мы едем на нашу первую экскурсию в Бенедорм. Что там? Что там? Дом, похожий на штаны. Смотри. Где? Точно. Итак, Бенедорм. Главный туристический центр побережья Костабланка. Город расположен в провинции Аликанте автономного округа Валенсия. На берегу от наименного залива. Бенедорм. Царство небоскребов. Самый вместительный курорт Испании. Да что там в Испании. Все Европы. Только Париж и Лондон обгоняют его по количеству спальных мест. Если попытаться перевести с испанского, то получается город, в котором хорошо спится. Бенедормир, бенедормир. Пытаетесь перевести? Бенедормир. Бенедормир. Это же город, в котором хорошо спать. Все верно? Все правильно. Но тут важно выбрать, когда вам нужнее всего не спать. Это важно. Днем, чтобы ходить на пляж, или ночью, чтобы отмечать ночную фиесту. Как только решите, спите себе на здоровье. Вот. И именно поэтому город, в котором хорошо спится, выглядит как город, который никогда не спит. Даже во время сиесты на пляже не протолкнуться. Ира говорит, то ли еще будет. Вся жизнь начинает кипеть здесь. В девять вечера на родисок выползает из своих норок. И до четырех, до пяти утра. До пяти утра? Зажигают. И вот мы кружили по бенедорму, а я никак не могла поймать ориентацию в пространстве. Но знаете, как это бывает обычно, когда ты приезжаешь на новое место? Куда идти? Что делать? Где что находится? Как все устроено? И вот тогда мама Ира предложила, на мой взгляд, просто гениальную идею. Вы, кстати, тоже возьмите на заметку. Если вы приезжаете в новое место, обязательно отыщите самую высокую точку, смотровую площадку. И посмотрите на все, что вас окружает сверху вниз. И тогда все-все устанет на свои места. Отель Гран-Бали. Самое высокое здание во всей Испании. На высоту 186 метров, а это 43-й этаж, вас поднимет стеклянная капсула-лифт. И город, смотри, он как игрушечный. Вон, поехал в маленький игрушечный автобусик своим делам. Смотри, там даже два туристика маленьких в себе. А вон в маленьком игрушечном бассейне покупаются маленькие, прямаленькие кукольные люди. И вот там наверху мне вдруг подумалось, ну а что такое наша жизнь в масштабах города, в масштабах страны, планеты. Да ничего, просто так, невидимое глазу. Песчинка. Ну вот если эта песчинка почувствует связь со всем тем, что ее окружает, мне кажется, она сможет все на свете. Горы свернуть и даже побороть боязнь высоты. Да. Васин, я тобой очень горжусь. Ты у меня умничка. Молодец. Итак, после лифта еще пара лестничных пролетов, и вы на месте. Ой, хорошо. Пойдем посмотрим. Пойдем скорее смотри. А моря сколько. Смотри-ка, снизу там море кажется не таким. Ну что тут у нас еще есть? Василиса, смотри, дом, который похож на штаны. Это наш старый знакомый. Теперь-то штанишки, смотри, какие маленькие стали. Совсем малюсенькие. На вас, конечно. Ага, да. С одной стороны море, а с другой горы. Между прочим, самые высокие из горной цепи Понибетика. В этом месте они подходят к берегу так близко, что создают в городе уникальный теплый климат. Здесь солнечно практически в любое время года. Говорят, что даже в декабре здесь можно купаться и загорать. Так, а налево у нас пирамидика. Самый известный, смотри, среди детей. Каждый ребенок хочет попасть в пирамидику. И мы туда завтра пойдем с тобой. От открывающихся перспектив нам с Васеной вскружила голову. Ира поехала домой. А мы, чтобы остудить свой пыл, отправились встречать закат первого прожитого в Испании дня морю. На пляж рядом со старым городом. Эх, жалко и купальники забыли взять с собой. Море. Здесь так хорошо, так камерно, так уединенно, как будто бы и не в центре города вовсе. А между тем этот пляж находится в самом сердце города. А сердце города где? Правильно, там, где его история. Пасено! Истории. Весь наш мир, ничто иное, как множество переплетенных между собой историй. А люди словно книги. Одни ты берешь с полки и бегло пролистываешь, а в другие вчитываешься, пытаешься разглядеть что-то между строк. И с каждой книгой, с каждой историей в тебе что-то неизбежно меняется. Мы все тут друг для друга. Хосе и Светлана, Франко и Ирина, Алекс. После встречи с вами хочется прожить свою жизнь в танце, наполнить ее романтикой и искренне, как в детстве, поверить сказку. Испанские истории вдохновляют. И это только начало. В следующей серии Большого путешествия. Прогулки с малышами до и после полуночи. Тайна вкусной семейной паэльи. Утро мечты по-испански. Девочки, дети, вставайте. Завтрак готов. Ну и, наконец, детская мечта, обернувшаяся маленьким испытанием. Так, может, на этой загогулине прокатимся, а? Не хочу, не хочу, не хочу. рядом с людьми, духо десутся. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.